Олег Михайлович, вы инженер по образованию, много проектов реализовали. С высоты опыта могли бы вы сказать, для чего нужна инженеру ТРИС? Интересный вопрос. Допустим, я в роли инженера, который про это ничего не знает. Как бы вы могли сказать, тебе нужно про это знать. Для чего? Приведу пример сразу из своей практики. В начале 90-х годов, даже 91-й год, мы делали один из проектов для АвтоВАЗа. Делали противоугонные устройства. Испытания проводили на жигулях нашего коллеги. В процессе испытания у нас полетела дача включения вентилятора на этих жигулях. Мы его разобрали, распилили, посмотрели. Ну и сделали маленький проект. Усовершенствовали, сделали модели, провели испытания. Все очень здорово. Предложили на завод противоугонные устройства. Несколько патентов сделали. Для шестой модели жигули делали. Проект был. Руководство АвтоВАЗа сказало. Ребята, мы шестую модель снимаем с производства. Нас это не интересует. На все наши вопросы. Барабан задний остается и на восьмой модели. На будущей. На десятой, которая в перспективе будет. Уже модели были. Все это. Не, не. Ну вот датчик, смотрите. Такой вот мы сделали. Который через 15-20 тысяч вылетает. Его надо менять. Там расходный материал. Нет, это не интересно. Вот. Это предыстория. Значит все. Ну вот теперь это используем как учебный пример. Как можно проведить свертывание один из инструментов ТРИЗа. Вот. И проводя патентный анализ. Я совершенно случайно хожу несколько американских патентов. Через 15 лет. После того, как мы это решение нашли. Так вот. Для чего нужен ТРИЗ? Нужна ТРИЗ, точнее сказать. Это теория. Для того, чтобы значительно сократить время нахождения сильных решений. И как правило, когда мы решаем задачу с помощью инструментария ТРИЗ. То мы выходим в область сильных решений. Патентноспособных. То есть в моей практике не было случая, чтобы мы, когда разрешали противоречия, выполняли проект. Мы не выходили там на десяток патентов. Вернее заявок на патенты. Предполагаемые изобретения. Вот. То есть всегда это есть. Или мы можем повторить какие-то изобретения уже сделанные. Вот. Но на это мы потратим всего там месяц-два. А люди там занимаются годами. То есть это означает сокращение времени. Плюс ко всему, что самое ценное, что мы выходим в ту область, в которую обычный инженер зайти просто физически не может. Ему этого не учили. А что имеется в виду? То, что мы начинаем искать решения в областях не специфической области, в которой мы решаем задачи, в соседних областях. Потому что кругом идет развитие техники, и оно параллельно идет. И там, где решались задачи в одной области, мы все это знаем. И специалисты, которые сидят, они вот все будут. А решение может находиться в соседней области. Но никогда металлог не пойдет искать решения там, где занимаются, извините, гигиеническими прокладками. Хотя решение может быть там лежать. Ну, это вы сейчас про функционально ориентированный поиск говорите. Да. Ну, не обязательно. Сейчас это именно называется информационный поиск. Потому что туда входит и патентный поиск, и поиск по аналогам, и поиск по объекту функций и так далее. То есть, много. А функционально ориентированный поиск – это один из кусочков поиска. Тем более, что материальная база сейчас очень сильная. Интернет появился, которого буквально там 15 лет назад вообще не было. Базы технических эффектов и так далее, и так далее. То есть, мы ведем речь про ускорение процесса решения какой-то инженерной, допустим, задачи в том числе, да? Или еще что-то есть? Нет, не только инженерной, но и организационные задачи решаются. И задачи в нетехнических областях сейчас это направление очень широко развивается. Вот, в частности, этим занимается Михаил Семенович Рубин очень широко в нашей компании. Вот. И есть большие успехи. Мы проводили семинары для программистов. И вот тоже пример из нашей практики. Проводим семинар. Ну, я в программировании практически ничего не понимаю. На уровне Фортрана-4, когда диссертацию писал, занимался. Вот. Дальше не пошел в силу разных причин. Не было необходимости. Вот. А там, значит, сидят специалисты из Интелла. Серьезные ребята такие. Ну, мы рассказываем подходы общие, тризовские, по законам. И вот сидит руководитель этого семинара, смотрю, как-то побледнел. Я спрашиваю, может быть, в водичке что-то плохо. Не-не, все-все хорошо. Вот. А он до этого нам дал общую задачу. Говорит, вот такая проблема, как бы вы ее решили с помощью триза. И вот мы с Михаилом Семеновичем посидели, порешали. Ну, рассказываем. Вот, начиная с нуля практически. Анализируем по методике. По шагам идем. И говорим, вот такой-то модель решения. Не решение, а модель. Что должно включать. Потом в перерыве мы спрашиваем, что такое. Он говорит, а мы к этому десять лет шли. А вы тут в течение получаса нам объяснили, куда идти надо. То есть, вот десять лет и где-то полчаса. Ну, час. Семинара вот. Не будучи специалистами. Вот. Потому как мы работаем сначала от проблемы. Переходим к модели задачи. От модели задачи к модели решения. А уже потом начинается творческий процесс. От модели решения к самому решению переходить. И вот здесь уже как раз появляются личные качества решателя. Его опыт. Опыт экспертов и так далее. А все остальные шаги, это практически алгоритмированы. Это вот как мы используем теорему Виета. То есть, сначала ведь квадратное уравнение как решали. Перебором этих вариантов всех там тратили уйму времени. А потом нашелся умный человек, кто сказал, да у нас вот такая формула есть. Разработал ее, вывел каким-то образом. Теперь мы подставили эту форму и получили два корня. Так вот, эта теорема Виета, условно сказать, вот такие алгоритмы у нас в Тризе разработаны достаточно хорошо. Не только у нас, но и у наших коллег, кто занимается. И они нам позволяют существенно сократить время нахождения очень сильных решений. Поэтому, вот я считаю, что это один из инструментариев, вернее, инструмент, который надо всем использовать. Ну, естественно, для каждого типа деятельности надо брать ту или иную глубину этой методики. Я вот занимаюсь Тризом с 1985 года. Познакомился, когда учился в аспирантуре в дизельном институте, писал диссертацию. И вот пришел товарищ, говорит, вот сейчас вот вы будете решать задачи изобретать, как орехи щелкать. Ну, мы занимаемся двигателем внутреннего сгорания, значит, серьезные вещи. Посмеялись там. Ну, он говорит, ну, давайте. Это был у нас Дмитрий Сергеевич Смирнов. То есть он работал тогда на электросиле вместе с Литвиным, Герасимов. Один из разработчиков системы стандартов, использования стандартов. Очень такой интересный человек. Вот, к сожалению, он немножко болеет сейчас. Ну, вот он рассказал все. И потом я вот загорелся этим, стал работать. С 90-го года профессионально работаю уже в Тризе именно как профессионал. Ну, мне кажется, вы в 88-м еще в изобретающей машине были отличны. Ну, я там в 88-м году начинали это как по договору работал там как консультант. Угу. А потом уже с 90-го года Семен Савлович сказал Литвиным, говорит, хватит заниматься ерундой, надо делать дело. И вот пригласил тогда у нас был теоретический отдел Нелима, это научно-исследовательская лаборатория изобретающая машина. Вот, руководил всем Цуриков Валерий Михайлович тогда, в тот период. И вот мы начали... У нас было там, по-моему, 8 человек всего. И вот мы начали развиваться. И, в общем-то, компания достигла своего пика развития где-то к концу 90-х годов. Там было около 150 человек. Сначала называлось вот отдел теоретический. Потом был изобретающая машина. Потом ПВА стала. Потом вот мы стали называться алгоритмом. Ну, всего разных-то причин. Менялось руководство. И, соответственно, конечно, вот там проводились работы не только решения задач в серьезных проектах, но и разработка методических инструментов. В частности, вот в конце 80-х годов свертывание было разработано. Как раз вот Владимир Михайлович Герасимов и Симасонович Литвин. Это было в Финляндии, как они рассказывают. Свертывание, как его проводить. Ну, и потом оказалось, что вот раз, это можно и не делать, если А, Б, В и так далее. То есть, это вот интересно. И вот много инструментов. Функционально ориентированный поиск разработали уже свой подход. Хотя многие коллеги вели, но у нас своя была. Свой Арис, 91. Тоже немножко подход. У Бориса Львовича Злотина там свой было. У Володи Петрова там свой подход. У Юрия Петровича Соломатова тоже свой. Ну, мне кажется, знаете, это... Любой Тризовец, он отметился тем, что он свой алгоритм придумал. Ну, так, условно. Любой, конечно. Ну, мне посчастливилось учиться у всех, практически у них. То есть, совместно работать. Вот. И я старался сюда взять, не отвергнуть, а взять всё лучшее, что есть там. Ну, по крайней мере, для меня. Вот. И сейчас я, естественно, вырабатываю свой подход, который мне более удобен. Потому что, в общем-то, каждый человек индивидуальный и имеет свои особенности. И кому-то нравятся блондинки, кому-то брюнетки. Вот. А кому-то и те, и другие. Поэтому... Вот нравятся ему брюнетки и всё, блондинок смотреть не будет. Поэтому здесь выбираем тот инструмент, который наиболее подходит для нас самих. Вот. Поэтому вот я выбираю те наработки моих коллег. Вот. И выполняю, собственно говоря, перенос свойств, объединяя, получая какое-то новое качество. Ну, это вот мой подход личный такой. Хотя я вот тут на семинарах провожу, рассказываю. Вот. И я не понимаю тех моих коллег, которые говорят, вот у нас это есть, это лучше, а там всё остальное – это ерунда. Я говорю, нет, я с этим не согласен, потому что в каждой методике, разработанной нашими коллегами, есть очень сильные зёрна, на которых они вот работают, играют, и они там суперпрофессионалы. И поэтому надо использовать всё лучшее, чтобы методика развивалась. Что, собственно говоря, сейчас и происходит вот в наших совещаниях, съездах, на саммитах происходит развитие теории. Предлагаются сырые какие-то идеи, потом это всё развивается. Вот. Особенно вот нетехническая отрезь сейчас идёт очень в нетехнических сферах. Вот. И там, в общем-то, много уже сделано и будет развиваться, и очень полезно. Тем более, что у нас ведь нетехническая сфера и техническая, они всегда взаимосвязаны. Поэтому эти инструменты, которые используются там и здесь, они соединяются, и получается новое качество, которого раньше не было. И обычный инженер, вот он этого сделать просто физически не может, его этого не учили. А что вы тогда имеете под нетехническое, вот в данном конкретном? Ну, организационные какие-то задачи решаются. Ну, то есть, понятно, что нужно. Ну, вот как я привожу пример такой, скажем. Техническая система – это система, предназначенная для выполнения некоторой функции, как мы говорим. Вот. Есть семья. Это тоже своего рода, в кавычках, техническая система, состоящая, как минимум, из двух элементов или двух компонентов. Вот. Мы знаем закон развития ПС-образной кривой, что любая система, достигнув своего предела развития по каким-то параметрам, она перестает развиваться, а потом загибается. Так вот, любая, с моей точки зрения, любая семья, она в конечном итоге распадется, если ничего не делать. Ну, закон жизни. Вот. Но вопрос из зала сразу. Вот у меня бабушка с дедушкой, прожили там 90 до 90 лет, любили друг друга, на руках носили и ничего. Я говорю, правильно. А второй говорит, они полгода прожили и разбежались. Какие же там идут? Я говорю, так все правильно, потому что С-образная кривая имеет наклон. Угол меняется. У кого-то она идет вот так вот. Они за полгода достигли предела развития по этим параметрам, по которым мы смотрим на них. А те плавно развивались, другой темперамент, другие внешние обстоятельства и так далее. То есть, они не дошли до этого третьего, четвертого этапа. Но это все, в общем-то, надо оценивать, чтобы неизбежно. Вот эта история, любили друг друга и умерли в один день, это как раз о том, что оно может работать как надо. Конечно. Там не разойдется. Общая тенденция, она сохраняется. И когда делают, ну, известный, там, значит, пример с лошадьми, навозами в Англии, там, вот что. Вот они линейную зависимость построили, сказали, все будет. А на самом деле С-образная. То есть, тоже вот то, что кажется, когда система находится на пике, на втором этапе, бурно развивается, что она так и будет. Нет, она достигает предела по каким-то параметрам, вот по которым мы ее оцениваем. И все, дальше мы ничего не сделаем. Вот типичная ошибка у нас, наших конструкторов, когда, не зная законов, техники, они начинают вкладывать деньги в совершенствование чего-то. И говорят, вот мы делаем это, ничего не получается, вот, да потому что там ничего не сделаете, потому что принцип действия уже все исчерпал себя. Еще хуже того, что они решают не те задачи. Вот классический такой пример, простенький для любой публики, к которой вот тоже приходим. Вот у нас есть костер. Так, мы готовим, значит, там уху варим, там или там суп варим, что-то такое. Есть дым. Какая функция у дыма, когда мы варим вот эту уху? Ну, вредная функция. Режет глаза, мешает. Ну, это да, это да. Я просто пытаюсь понять полезную, там комаров отгонять, например. Вот, значит, смотрим, ага, вот у нас система есть, это костер, вот, создает там дым, там огонь и так далее. Теперь давайте посмотрим, если мы будем коптить рыбу, не варить уху, а коптить рыбу на этом же костре, ничего не меняя в системе. Тогда функция дыма какая получается? Полезная. Основная. Коллеги, извините, у нас же ведь дым, у нас же только вредную функцию выполнял. Нет, вот полезная там. Так вот, что получается у нас? То есть, смотря так, исходя из того, как мы смотрим на систему, с какой стороны мы начинаем, вернее, проблему, с которой мы боремся рассматривать, такие решения будут. Как мы сформулировали главную функцию этой системы, вот этот костер, да, а мы решаем функцию, вот, как убрать этот дым, а дым выполняет полезную функцию. Или наоборот. То есть, решаем не ту задачу, потому что неправильно сформулировали главную функцию системы, предозначение. Типичная ошибка. Ну, здесь же мы можем смотреть еще с той точки зрения, что мы решаем эту задачу непосредственно с требованием конкретных условных стейкхолдеров здесь, сейчас. То есть, здесь, сейчас им это вредно. Вы говорите про то, что давайте придумаем, чтобы они сами стейкхолдеры поменяли себе задачу тогда, получается. Так вот, получается так, стейкхолдеры, этот инструмент появился совсем недавно. В алгоритме называли MPV, Mind Parameters of Value, то есть, стали учитывать это вот развитие методики, что требования заказчика каких-то заинтересованных лиц вносят какие-то коррективы в конструкцию, в технологию и так далее. Раньше этого не было, не учитывали. Вот, это естественно, но люди, они не знают, что такое стейкхолдер на наших заводах. Вот мы сейчас работаем на наших заводах, на предприятиях, металлургических, машиностроительных. Для них это всё, они работают по старинке. Для них вот это всё новое, и они этого не знают. И руководство, которое стоит там, оно тоже не знает. Поэтому и задачу ставят неправильно. То есть, это кажется, что там взял и поставил задачу, ничего подобного. Правильно сформулировать функцию системы, которая работает. Вот, и тот же костёр, уголь рассмотрения. Всё вроде и так правильно, и так правильно. Но если мы неправильно поставили задачу, мы неправильно будем решать. Решения могут быть хорошие, но для данной системы, в данных конкретных условиях они не дают ничего, потому что пределы развития уже достигли. Вот это вот самое главное, что когда мы начинаем объяснять, как надо смотреть системно на нашу проблему, и тогда начинаем понимать, что «А, так мы же не так и решали». Несколько примеров из практики буквально. На одном из наших заводов, как мы не будем называть, строится кузов передвижного средства или транспортного средства. Дверь сделали, сварили, её повело. Значит, ну что делать? Её правят, естественно. Потом начинают красить, потом сушить, потом она опять начинает скручиваться. И вот у них борьба здесь, как её выправить, потом, значит, как снова выправить. А потом посмотрели, и вот один из инструментов, который Геннадий Иванович Иванов предложил, говорит, а давайте проверим задачу на ложность, есть ли там вообще задача. Я им рассказываю, ребята, говорю, а давайте, говорю, проверим, а давайте ничего делать не будем. Не исправлять ничего, вот как она есть по техпроцессу. Да, запустили, она раз и скривилась. Ну, ничего, скрипя сердцем, ну ладно, опытная, так сказать, идёт партия, прокрасили. Потом стали сушить, она раз и выправилась. Все раз смотрят, а сколько времени потрачено, сколько энергии. И вот такие инструменты, они позволяют существенно сократить время, телодвижения лишние не делаются, экономятся средства и получаются сильные решения, что вот это вообще не надо. А сколько оснастки высвободилось? Ну, смотрите, здесь не получается ли так, что вот отличный пример, с какой точки зрения. Смотрите, был техпроцесс, в котором технолог всё разработал, конструктор, и так далее, всё разработали, всё делай, не вмешивайся, и оно в итоге получится. Вот, и получается так, мы приходим условно, да, там, мы это там условно решательно, дают задачу какую-то или там находим какую-то задачу, мы меняем техпроцесс. То есть, а зачем его менять, если, например, тех людей, которые в нём уже работают, их, в принципе, всё устраивает? Вот, да, вот такие вопросы тоже возникают. Говорят, что нам учиться изобретать, когда у нас всё прекрасно? Я говорю, ребята, а что ваша система не работает-то? Нет, у нас всё работает, мы сделали всё по документации, все допуски выдержали, а это они неправильно собирают. Я говорю, мы же сидим в одной лодке, у нас конечный продукт, почему же она ломается? Система-то… То есть, к пуговицам претензий есть? Да, вот абсолютно по Райкину всё это. Я говорю, так мы должны понимать, что сделано. Теперь насчёт того, что вот конструктор-технолог разработал, ну, у нас конструктор делает одно, технолог делает другое, к сожалению, так. А сейчас есть совмещение конструктор-технолог, сразу учитывая технологию, что правильно. Но, если на производстве посмотреть, то у нас разработали документацию. Опять же, я буду рассказать её в своей практике. У нас мы делали проект по изготовлению бумаги сухим способом. Такой известный проект, компания. И мы разработали технологию с нуля. Это в Gen3 ещё? Да. Ну, это компания Алгоритм делала, Gen3 – это наша головная компания. Вот. Я был гипом на одном из... Ну, как раз изготавливаю машину. Участвовал с самого начала, с самого нуля в этом проекте. То есть, все стадии прошли. Вот. И мы разработали конструкторскую документацию. Точнее, мы отдали в КБ больше тысячи первых форматов. Вот мы сделали документацию. Прекрасные конструктора, оборонное предприятие. То есть, очень высокая квалификация была, значит, наших, да, партёров, можно сказать так. Когда стали изготавливать, соответственно, появляются вторичные задачи, которые приходилось решать на ходу. То есть, вот одевал, значит, вот я лично, вот у меня фотография есть, можно посмотреть, там, в семинарах привожу, там, значит, роба, рубашки, значит, всякие эти грязные варежки, там, сварочные аппараты, болгарки. Вот, отпиливаешь, привариваешь все эти валики, ролики, там, и прочее. И у нас получилось вместо тысячи пять тысяч форматов. То есть, четыре с лишним ещё добавилось изменений до того, как у нас эта система стала, эта машина стала работать. А в производстве, ну, это только такая машина небольшая, там, ну, настоящая бумаготелывательная машина, которая выдавала 30 метров бумаги в минуту. То есть, вот такой вот разъём. И она до сих пор работает. Вот, у заказчика. Ну, вы поподробнее расскажите про проект. Я-то его, в принципе, наверное, знаю. Это речь о том, что избавились от серьёзного элемента процесса. Да, ну, вот классический способ изготовления бумаги, известный там тысячу лет, это надо нам древесину измельчить до волокон, и потом разбавить эти килограммы этих волокон в тонной воды. Вот всё это. Спрашивают, для чего это столько воды? Ну, функция одна. Распределить эти волокна по сетке, чтобы получился ровный слой этой будущей бумаги. Мы взяли эту функцию воды, передали функцию воздуху и поставили задачу, как с помощью воздуха распределять вот это всё волокно по сетке. Соответственно, решили эту задачу, сделали вот установку, разработали концепции, вот, разработали чертежи, всё, стали доводить. И вот стали вот это менять. Променялась конструкция и технологическая цепочка, ну, конструкция процентов на 60 изменили. Осталась только рама, а всё остальное оборудование там перекомпоновали, доработали, убирали. Целый год эта работа шла, это очень интересная работа, когда своими руками делаешь, появляется нечто, что потом работает и ещё выдаёт. Ресурсы использовали вместо, значит, вот это вот, там, где сушится бумага, там специальные такие устройства были. А мы взяли обычный глицеватель из фотолаборатории, такой барабан. Он, правда, там в исходном состоянии он только поворачивался, там, на 180 градусов. Ну, как, фотографии наклеили, повернули. А мы его сделали вращающимся полностью, и вот у нас он эту ленту сушил и выходил. То есть, таких ресурсов собрали, всё, что было вот на заводе. Бумаж тогда ещё завод был питерский, к сожалению, теперь завода нет. Вот там сейчас будет культурный центр строиться. Вот, и, соответственно, вот процесс идёт. И самое главное, что появляются вторичные задачи, которые надо решать очень быстро. С помощью как раз инструментария ТРИС. То есть, тут же противоречия, тут же мгновенно, ну, как профессионально мы уже пользуемся, так сказать, в голове уже память держат эти приёмы. Какие-то, скажи, противоречия такое-то, такое-то разрешаем. И тут же всё это воплощают в железе. Всё начинает работать, изменяешь. И вот этот вот процесс очень интересный. И сделали машину, которая работала несколько суток. Ну, можно поставить, что у нас было заваленной бумагой несколько цехов этого завода. Потому что, ну, хоть 60 метров в минуту, но когда сутки работает, там сырья много выработалось. Все были очень довольны. Это чтобы проверить, да? Да, что она работает, работоспособность там. Ну, это естественно была первая такая макетная лабораторная установка. Сейчас её немножко довели, автоматизировали, сделали ещё. И заказчик её использует в качестве вот инструмента отработки новых технологий. Там добавляют, соответственно, свои наработки, какие-то дополнительные механизмы. Ну, совершенствование. То есть, они не избавились целиком от предыдущего техпроцесса или избавились? Нет, дело в том, что бумагоделательная машина, это называется, это целый завод. Это огромный завод, это большие капитальные затраты. Я видел фотографии с этого проекта. Может быть, даже вы там были, а может быть... Вот, поэтому это поменять сейчас то, что есть, работает. Но если взять скорость обычной бумагоделательной машины, это 120 км в час. То есть, ширина ленты 6 метров примерно. Ну, зависит от того, какая машина. И это вот летится скорость от курьерского поезда, эта бумага. Соответственно, себестоимость у неё низкая. Но очень много, значит, затрат на производство. Потому что тонну воды надо влить, а потом её надо удалить. Энергетических, потом у неё отходов очень много и прочее, прочее. Поэтому эта новая технология, она используется при строительстве новых машин. А так как ресурс этой машины 100-200 лет, собственно говоря, поэтому это медленно идёт внедрение. Ну, вот здесь опять же, да, мы как раз приходим к моменту требований стейкхолдеров. Потому что, вот смотрите, если бы у них было требование жёсткое делать процесс более экологичным и наплевать на затраты, тогда бы они просто перешли на новый процесс. Поскольку у них затраты сейчас превалируют над экологичностью, скорее всего, да? То сидят на старом процессе. Ну, вот из нашей практики конец 90-х годов, начало 2000-х, большая часть проекта была прогнозна. То есть, ну, по крайней мере, западный рынок требовал то, что будет дальше, какой прогноз развития будет. Потом, когда началась вот уже середина 2000-х годов, начало 2000-х годов, 2005-2006 год, то есть, там появились другие задачи, стейкхолд требования поменялись. И теперь то, что можно сделать сегодня на ближнюю перспективу. То есть, то, что вот нужно сделать сегодня, внедрить и так далее. И появилась потребность уже в моделях решения задачи. То есть, мы придумали концепцию, разработали, обосновали. Покажите модель. И в результате вот в алгоритме как раз появился вот такое подразделение, как верификация. И вот я занимался верификацией идей концепции разработанных. Кроме того, что сам участвовал в проектах. Но большей части последние годы, когда там работал, занимался верификацией. Решением вторичных задач, заводкой. И мы это все проверяли, все идеи и концепции, которые можно было бы сразу взять в макет и проводить внедрение. Это вот тоже направление, которое вот сейчас мы пытаемся, по крайней мере, про работу с нашими заводами объяснить. Что надо это снова возрождать. Потому что раньше на заводах были конструкторы технологической лаборатории. Которые проверяли новшества, там, расцепредложения и так далее. Потом это дело упразднили в силу разных причин. А сейчас, чтобы проверить работоспособность какой-то идеи, надо приказ, надо провести конкурс и прочее. То есть вот эти бюрократические вещи, которые мешают. Но это в законе, это надо убирать. И вот с этим идет борьба. Вот сейчас особенно такая ситуация, когда есть возможность это все дело свернуть. Вернуть на нужные рельсы все производство, чтобы не было этой бюрократии. Потому что проверить идею достаточно просто. Работает, не работает, чтобы время не тратить. Работает, значит ее надо развивать. С этой точки зрения я даже знаю некоторые компании коммерческие, частные, но не производственные. А связанные там с торговлей, с услугами. У них просто выделен бюджет каждый месяц. В рамках этого бюджета любой сотрудник может взять себе определенную долю денег какую-то конкретную. И провести эксперимент на свою тему. И если ничем даже не завершится, плохо ему никто не скажет. То есть это просто как бы они считают, что мы сразу же отторгаем эти деньги на эксперименты. Все. Это здорово. Потому что вот это очень помогает. Причем ведь правильно говорят классики, что отрицательный результат – это тоже результат. Классический подход – давайте не будем. А мы-то говорим как? С точки зрения ТРИС. А почему она не работает, эта идея? Еще один пример из этой области. Проводим мы с Михаилом Смельевичем Рубином семинар в Челябинске. Сидим на заводе на одном. Решаем задачи. И по ресурсам. Ресурсы какие есть. Такие, такие, такие. Вот. И я привожу такой пример. Опять же, из нашей практики у нас был… А я вот буду перескакивать там, потому что все взаимосвязано. Был проект по пилетайзеру. Это гранулятор удобрений. Вот. Такое устройство. Пилет производит. Да, да. Пилет производит. Называется пилетайзер. Вот. Этот проект мы делали с Федосом Юрием Игоревичем. Вот. И, соответственно, ну, идею, как, значит, гранулировать удобрения мы нашли быстренько. Нашли вот этот пилетайзер. Юрий Игоревич поехал в Израиль к некому Калаи, разработчику, значит, патентообладателю вот этого устройства. И вот Калаи говорит, а что вы к нам приехали? У вас, говорит, в Ленинграде есть завод, который по лицензии выпускает эти пилетайзеры. А завод оборонный, закрытый, поэтому мы не знали, тогда было закрыто. И вот, соответственно, рассказал свою историю. Вот. Как он… Ну, немножечко я так ее оккультурил. Вот. Привожу это на слайды. Что Калаи со своими сыновьями из одного района Израиля переехал в другой район Израиля. Значит, работать надо и нанимается на работу по вывозу навоза с фермы крупного рогатого скота. Ему за это платят. Ну, вот он берет этот навоз и начинает перевозить его, продавать. То есть, где ты, говорят ему, где ты будешь его утилизировать, это твоя проблема. Мы тебе даем, платим зарплату, все это. Ну, он, что, это же удобрение, начинает его продавать. Но навоз ты далеко не увезешь. Там же жарко, он портится. И вот у него приходит идея, давайте мы его будем как-то перевозить на далекие расстояния. Но для этого надо сгланулировать. Разрабатывает вот какое-то устройство типа пилитайзера, гранулирует этот навоз и начинает развозить по, соответственно, районам Израиля, куда-то продавать. Вот. Но там объем это, в общем-то, ограниченный все-таки. Он доходит до предела. Ну, аппетит приходит во время еды. Рядом птицефабрика, которые тоже те проблемы устраиваются на работу по вывозу халявного вот этого отходов. Тоже тут делает гранулятор, начинает продавать. Потом, значит, Израиль же небольшой, все друг друга знают. Общается, выясняется, что ферма крупного рогатого скота, значит, закупает отходы такого производства птичного где-то на стороне. Что делает калаи умные? Он говорит, а зачем покупать? У вас кончится контракт, давайте я вам буду поставлять вот это, потому что он получает. А эти, наоборот, отходы такого же предприятия покупают тоже до стороне. Ну, правильно, калаи берет и закольцовывает это все дело. А те же вот ходят вместе, там, пиво пьют, там, сабандуи устраивают. Но никогда у них не было мысли поговорить по работе, какие проблемы там, это не принято. И он тут все закольцевал. Что здорово? Но, опять же, насыщение находит С-образная кривая. Что делать? Развиваться хочется. И вот он стал разрабатывать пилитайзеры. И сейчас эти пилитайзеры выпускаются по лицензии и в Канаде, и в Америке, и у нас на стороне. Рассказываю этот пример. Сидят две группы ребят, значит, два этих ряда, значит, посмотрели друг на друга. А мы перед этим спрашиваем, а какие у вас проблемы есть? Ну, одни говорят, вот у нас складов не хватает. Денег не дают. Ну, это было уже, так сказать, лет на 15 назад. Поэтому, говорит, хватает только чуть-чуть, чтобы поддерживать наши складские помещения в таком рабочем состоянии. Ну, правильно, будем решать задачи, как улучшить, так сказать, хранение там и так далее, стеллажи. Вторая группа говорит, а у нас, говорит, газгольдер старый стоит. Нам его надо снести. Вот. Но денег, опять же, нет. Хватает только, чтобы поддерживать, чтобы он не развалился там все это. Расстояние между ними метров сорок. Все друг друга знают. Приводим этот пример. Рассказываю. Они так посмотрели друг на друга. Говорят, слушайте, а почему бы газгольдер, это уже готовый склад, пустует. Здесь ломится. Сложили все деньги. Тут же внедрение построили вот этот мост, по которому стали возить, значит, небольшие приборы, оборудование, которые выпускали. Все, проблема решена. То есть вот психологическая инерция не позволяла решать задачи. Поэтому вот таких примеров очень много. Чисто вот из практики, вот в семинарах это выплывает. Методика, она позволяет снять эту инерцию и получить новое качество, которого не было обычного человека, обычного инженера. Плюс ко всему, как говорил и Генрих Саулович, и больше еще об этом его ученик Митрофанов Владимирович, это мой товарищ, с которым я очень долго общался до его кончины. Он говорит, что должна быть всегда такая руководящая идея, смелость в мыслях. Никогда не надо думать, что ты не сможешь решить. Мы решим любую задачу. Вот на какую глубину я не могу сказать, что вы решите, но то, что решите всегда, это точно. Всегда будет найти на какое-то решение. И вот я теперь тоже всем внушаю, что вы всегда, вы специалисты в своих областях, вы всегда найдете какое-то решение. Да, оно может быть не такое прорывное, не пятого уровня открытием, но первого, второго уровня это всегда будет какое-то решение. И это объясняется очень просто. А вы у Митрофанова учились? Да, он мой учитель, он у нас организовал наш Ленинградский университет технического творчества. Я до сих пор там участвую в обучении, когда бываю свободен. Там несколько факультетов. Вот я техническим факультетом занимаюсь. И, соответственно, с Митрофановым мы как раз разрабатывали несколько методических инструментов. Он больше занимался решением научных задач, открытием. То есть вот такого уровня направлений. И вот его книга «От технологического брака до научного открытия» это примерно как найти идею Вальшулера. То есть заложены основы решения научных задач. Он много сделал открытий. Ну, не много, но таких очень серьезных. «Эффект шотки» он обосновал. Подтвердил, почему он происходит там в электронике. И много таких задач. И очень интересный человек был. Я вот рекомендовал бы эту книгу читать. Там очень много мыслей заложено глубоких. К сожалению, вот развить ее до алгоритмов не удалось. Но вы имеете в виду читать тем, кто занимается наукой? И как и наукой Тризом. Потому что там есть подходы Тризовские. Но те, которые не были описаны Альшулером, новые подходы. То есть несколько методических разработок. Мы там это расписали достаточно хорошо. Я вот участвовал немножечко, помогал в оформлении книги. Там отдельные разделы мы вместе обсуждали много. Вот. В общем, мы близко контактировали. Это, конечно, человек очень был. Причем он вместе с Пикулем во время войны воевал. Вот. На торпедных катерах на Северном флоте. Тоже рассказывал. Правда, они там были не знакомы с ним, он говорит. Но потом выяснилось, что вместе были. Вот. Встречались они уже после войны здесь. Вообще, мне кажется, про Валюслава Владимировича Митрофанова, про него, мне кажется, отдельно стоит какую-то там передачу делать. Да. Это было бы интересно, потому что очень много можно рассказать. Много чего он сделал для науки, для нашей, полупроводников. Вот. Вообще был человек такой... По-моему, Злотин говорил, что Альтшуллер с ним не спорил никогда. Нет, нет, нет. То есть, с кем угодно он мог спорить, с Митрофаном не спорил. Ну, Борис Львович, он человек такой очень прямой, оригинальный. Вот я, Борис Львович Злотин, сказал так. Я у Злотина учился, вот у нас, когда я в университете у Митрофанова начинал учиться, это восьмой год, в восемьдесят девятый, там и Злотин преподавал, и Петров преподавал, там Саламатов приезжал, и Иванов Геннадий Иванович, почему-то я говорю, что посчастливилось у них учиться. Ну да, все фамилии известны. И со многими, с ними вот по нескольку проектов делали вместе, вот, то есть, поработать довелось, как вот эти вот. Вот. И вот Злотин очень любил проводить занятия в нашем артиллерийском музее. Ну, крупнейший музей в Европе, артиллерийские связи и артиллерии. Очень много экспонатов. Он говорит, ну, авторов можно, конечно, там как-то переписать, но железка, которая сделала, она остается. И вот он начинает рассказывать с позиции ТРИС, как развивалась там ствольная артиллерия. Экскурсовозы подходят, говорят, вот, что вы там в ерунду рассказываете, там это все было не так, там был, как там, значит, дядя Вася, а не дядя Петя, что-то вы там все не так. То есть, вот, я, Борис Львович Злотин, считаю так, это по законам так, так, так. И те, раз, и ничего сказать не могут, потому что он показывает именно линию развития, и вот очень интересно. Вот я сейчас, когда бывает возможность, как раз вот в нашем университете Тризовском, Петерском, я группы собираю, привожу и вот провожу тоже такие вот экскурсии, и показываю, какие у нас есть экспонаты, на которых можно посмотреть линии развития техники. Здесь мы проводили на Поклонной горе, тут-то рядышком ходили пешком буквально вот из этих аудиторий с группами, и вот по той технике, которая стоит, ну, не очень там много, но прослеживалось. Вот, ребятам очень нравится, когда вам показывают, какой прием он здесь использован. Все говорят, а, вот такой-то, да, вот смотрите, вот это дробление, нет, здесь принцип наоборот использован, тут переход монобиполия, вот, и вот сразу в глазах появляется интерес, начинает уже вот стараться как-то друг перед другом, и вот пришли сюда в аудиторию, на следующий день, значит, семинар проходит просто на ура. Все уже понимают, зачем это надо, вот, и что это дает. И вот самое главное, когда они начинают понимать, что методика дает, как ее пользоваться, тогда уже все, людей не остановить. И раз уж этого коснулись, еще интересный пример буквально вот был, значит, мы в Волгограде проводим семинар с Кириллом Ивановичем Домкиным, вот. И вот нас собрали группу из порошковиков, металлургов, значит, из Шелихова. Приехали такие мужики, уже за 40, все серьезные, нас оторвали, да что нас это... А их собрали вот так вот, давайте будем учить, хотим, да. Вот тут у них обвал какой-то, и вот, что нас дергают там? И вот я говорю, ну как, ребята, это же вот так здорово. Ну, здорово где-то там, а что мы нам-то делать, как это, не понимаю. И вот два дня потратил, объясняя, зачем это им будет нужно. Вот, ну, четыре дня семинара, значит, поговорили, что-то порешали, вот. Вот, и они летели через Москву в Иркутск, а мы летели в Москву. Ну, мы попрощались, все хорошо, все довольны, значит, фотографировались. Вот, и встречаемся в аэропорту. В одном самолете летим, а не летная погода, Москва не принимает. Значит, ураган, сдвижка рейса на восемь часов. А у них там транзит буквально один в один, там, через полчаса рейс, там, ну, так, стыковка. Все нервничают, значит. Ну, мы пришли, как положено, в Уфете, сидим с Кириллом Ивановичем, значит, отдыхаем, ждем рейса. Ну, что делать? Аэропорт маленький в Волгограде. Приходят ребята такие, значит, взяли, соответственно, там, по рюмочке, и продолжается семинар. Самолет там на десять часов задержали, и вот всю ночь семинар продолжался. И вот здесь они поняли, зачем это надо. Всю бумагу разрисовали, выпили все спиртное, дешевое, дорогое, съели все, что там было. И вся эта публика вот там ходила, там, всех сидели вокруг и смотрели. Процесс как в театре был. То есть спорили, потом в самолете уже летели, еще продолжали все это. Потом уже сколько там проезжали, там, несколько модулей было. Все, о, ребята, когда ваша группа будет здесь? Снова, потому что сделали план, и они после этого приехали. А там межмодульный у нас где-то был месяц. Они свои идеи, которые вот тут решили, они тут же внедрили, попробовали. То есть резко стали работать. И у них там не триз, а триза. То есть такой вот, тризами будем заниматься. То есть вот такой слоган свой появился. И вот мы говорим, смотрите, вот ребята, поняли, серьезные взрослые инженеры уже, серьезные, знающие-таки маститые. Вот. И вот мы к ним приезжали в цех уже, на другой семинар. Он приходил смотреть и говорит, вот это внедрили, вот это внедрили. Ну, тут мы переработали, потому что была идея не очень хорошая. Мы ее доработали, получилось вот это. Ну, просто вот. Вот приятно смотреть, когда вот люди подняли, и они хотят. Звонят, пишут там, значит, литературу им посылал. То есть такой вот в электронном виде, потому что так вот особенно не очень. Вот. Поэтому вот я считаю, одна из задач нас, как преподавателей, объяснить слушателям, как и зачем мы используем методику, и что это может дать для конкретного исполнителя, инженера, и вообще для предприятия, где он работает. Вот это вот очень важно. Как только они понимают все, вот начинается вот такой процесс бурного развития, значит, творческих способностей. То есть они резко начинают понимать, что они многого чего не знают. Считали, что они знают в своей области все, а когда провели поиск информационный, особенно вот что вот мне запомнилось в этой группе, что они стали искать не фоб проводить классические, там это долго, а вот поиск по патентам. Просто вот раз, по ФИПСу вытащились, а эти компьютеры сейчас что? Он тут же выдает при любом запросе, выдает аналогичные по старому запросу. И уже ничего смотреть надо, этого им достаточно. Просто посмотрели картинку, ага, идея главная работает, и это сразу же внедряют. Причем многие это все вот с мобильника начинали это использовать для работы. Поэтому вот я считаю, что вот этот вариант такой вот весьма и весьма перспективный, что люди начинают понимать и использовать технику для совершенствования или интенсификации своей работы. Вы познакомились с ТРИС еще будучи студентом, инсперантом? Нет, я работал после института в дизельном институте, Центральный учреждительский дизельный институт, вот, как раз занимался совершенствованием двигателей для судов на подводных крыльях, то есть это М420 машина, и вот это звездообразное, то, что сейчас у нас вот не успели разломать, просто не было ресурсов, чтобы сломать все линии, поэтому и до сих пор выпускают. Разработанные конструктором Яковлевым, только не авиационным, а вот, значит, до сих пор это машина по отдельным показательным параметрам не превзойденная. Очень легкая, компактная, вот. И вот я занимался как раз совершенствованием, и нас как аспирантов, заучная аспирантура, я работал научным сотрудником, нас отправили повышать квалификацию, ну, как обычно аспирантов. И вот с этого как пошло и пошло, и, в принципе, вот. У вас мотивация какая была? Просто интересно было? Ну, поначалу было, что отвлекает, как и всех наших слушателей теперешних, что вот нам надо делать. Когда стали объяснять, что, ребята, вы быстрее будете решать задачи, а что решать у меня понятно, я занимаюсь рабочим процессом, или там вот я занимался тепломенной аппаратурой, охладителями надувочного воздуха, там все понятно, все прописано, классика, так сказать, все это. Но когда стал объяснять, Дима, что авторичные задачи, как ты решаешь? Ну, вот у тебя, значит, есть титановая насадочка, поверхность увеличивается. Почему титановая? Потому что забортная вода этой будет или мельхиор, там, или серебро, или титановые. То есть материалы, которые не корродируют в морской воде. А все из титана делать дорого, значит, приходим на бисистему. То есть, с одной стороны будет обычная сталь, а тот титан. А как их соединить? Они нифига не соединяются. Там целый геморрой. Вот, говорит, задача, которую надо решать. Я говорю, ну так это ж не решается. Он говорит, ну как, давай решать. Берем стандарты, вот, и начинаем решать задачу. И бах, находим идею решения, которую, я говорю, хорошо. Пошел, как раз экспериментальную работу проводили в Сумах, которая сейчас, вот, к сожалению, вне компрессора МАШ разрушена. Это был центр Союза по машиностроению, вот, как раз компрессорному. Очень сильные кадры, оборудование уникальное. Вот, которого нигде в Союзе не было, там собирали. Ну, так вот было распределение. И, соответственно, проверили. Да, действительно, все получается. Вот мы делали аппараты для, значит, вот этих судов на воздушной подушке. Для агрессивной среды сделали опытную партию. И, соответственно, все это дело было опробовано. Эксперименты проведены. У меня как раз в диссертации эти вошли результаты, как эксперимент. Ну, и сразу понятно, зачем это надо. То есть, вот появился интерес. И просто... Ну, это же просто интересно, когда люди там... С чего? С чего интересного? Ну, как, вот решаешь... Свою задачу уже решили. Нет. Если инженер, значит, то, как говорят... Ну, есть методика расчета вала. Ну, рассчитал, все это по размерам поставил, подобрал подшипники, собрал. Какие претензии? Я все сделал по плану, по технологии. А что она не работает-то? Ну, как? Я все сделал правильно. А вот начинаешь понимать, а почему она не работает? Вот начинаешь разбираться, ага, да потому что не та посадка была использована, не тот материал. Вот. Ну, и так далее. Соответственно. Ну, интересно, как это решать? Зато, когда ты решил задачу, провел патентный поиск, смотришь, а там уже патент кто-то получил. Но время, ресурсы, которые были потрачены тобой и теми товарищами... Ну, вот еще один пример из моей практики. Я не про это. Пример здорово. Посмотрите, мне кажется просто, что люди, которые занимаются ТРИС, вот прям применяют его целенаправленно, постоянно и так далее, они немножко все-таки романтики, что ли. Ну, тут... Чего? Чего толкает-то? Значит, здесь и так, и не так. С одной стороны, вот мне это очень нравится, я это почувствовал, я просто от этого получаю удовольствие. Ну, даже вот дома сидим, у меня жена занимается театральным искусством, скажем так. Вот. Да очень далекая от всех этих наших железок и прочее. И она говорит, ну вот, хорошо, ты тут мастер-3, значит, вот у нас сцена там. А дворец культуры у них построен 7 ноября там 20 какого-то затертого года, второй дворец в Ленинграде, вот, Выборгский дворец культуры. И у них старая сцена, значит, там все эти червячные редукторы на заводе Мельхессона еще дореволюционном сделали. Вот они вручную поднимают все эти, значит, шторы там, декорации там, очень неудобно все. Я говорю, так вот, смотри, вот те примеры. Что у нас сейчас есть? Вот ты берешь проектор, включаешь, у тебя на стенке тут появляется изображение какое-то. Качество сейчас идеальное. Сейчас появились голограммы. То есть можно объемно это уже все есть, можно сделать все. Я говорю, а зачем нам все эти декорации поднимать, когда мы их можем сделать то, что сейчас уже делается? Она раз, так интересно, почитала, почитала, пошла там, это все дело внедрила. И вот эти вещи. И вот она говорит, вот теперь я вот начинаю везде там это использовать. То есть оно интересно, вот. Но чтобы был интерес, нужен выход, результат. Если человек видит результат своей работы, то он, естественно, начинает к этому стремиться, ему появляется интерес. Но если результатов нет, то интерес сразу падает. То же самое с нашими слушателями. Вот они сделали работу, какой-то проект там выполнили. А это потом будет когда-то все это. У нас тут работа есть. Он скажет, а что я время тратил там? А и забыл. А то, что вот это надо, ой, это вот нет и все. И вот теряется интерес и все. Это одна сторона. Вторая сторона, что рис это все-таки штука такая сложная. Ну, относительно простых вещей там прочих. Значит, надо понять, как работает. Как только ты понимаешь, как работает инструмент, ты начинаешь ему очень быстро пользоваться. И вот для того, чтобы они понимали, мы сейчас разрабатываем микроалгоритмы. Чтобы человек не знающий пришел, делай раз, делай два, делай три. Как вот я своей жене показал, она вот делает по шагам. Просто автоматически, не имея понятия, что она делает. На выходе получает какую-то рекомендацию, а вот тут начинает работать уже творчество. Ее опыт, рекомендация, сделайте там, значит, раздробить эту систему на кусочки. Это дробление там использовать или вынесение. А, вот я сделаю вот так это все. И мгновенно срабатывает. И вот когда они доходят до какого-то уровня, что им этот алгоритм уже не нужен, то есть они начинают работать уже автоматически. То есть этот алгоритм прокручивается в голове очень быстро и получается выход, получается результат. Но, к сожалению, вот сейчас очень сложно этого достичь, потому что нагрузка на инженеров очень большая. Идет перестройка производства, старое заменяется новым, то есть очень много работы. И вот мы стараемся объяснить, что вот сейчас вы потратите время, но завтра вы вот его компенсируете с лихвой, решая задачи очень быстро, те, которые у вас возникают. А задачи первого, второго уровня. Максимум третьего доходят. В основном это первый, второй уровень, которые вот сплошь и рядом идут, а они решаются в два шага. В общем-то понятно. Да, вот еще пример. Вот как получается в работе, что у нас, что к чему мы стремимся. Чтобы наши слушатели были. Вот из моей практики я опять же буду рассказывать, в чем участвовал. Был у нас проект по сухарикам с компанией «Сибирский берег» в Новосибирске. Я приезжаю на завод. Ну, собственно, какой там завод? Там обычная хлебопекарня и пристройка, и там все оборудование, которое изготавливают эти сухарики. Проблема заключалась в том, что себестоимость у них высокая. Надо понизить. И вот приезжаем на это предприятие. Я приехал вдвоем. Мой коллега пошел заниматься администрацией, а я по цеху. И сразу же первый этап. Выпекается хлеб. Обычная хлебопекарня. Хлеб у нас как выпекается? Вот форма вот такая вот она. Обычный хлеб сверху. Корочка такая. Здорово, значит. А сухарики у нас строго параллелепипеды. Четкие, красивые грани должны быть. Значит, понятно сразу, что чтобы из такого сделать вот такой, что мы должны сделать? Обрезать края. То есть это уже 20% отходов. Затраты. Понятное дело, значит, надо выпекать хлеб, чтобы был вот таким. Психологическая инерция. Почему его не выпекают таким? Потому что из формы его неудобно вытаскивать. Значит, вторичная задача. Форма должна быть динамичная или гибкая. То есть мгновенно решение накориться. То есть даже уходить никуда не надо. Следующий этап. Берется этот свежий горячий хлеб и закатывают его в ангар. Ну, грубо говоря, ну просто ангар. И там этого хлеба, значит, этих тачек стоит штук 100, наверное. Я говорю, зачем? Ну как зачем? Надо, чтобы он нас зачиствел. Понятно почему. Потому что мягкий хлеб порезать на вот эти тоненькие сухарики там маленькие невозможно. Понятно. Вторая задача возникает тут же какая. Как нам разрезать этот мягкий хлеб на эти самые сухарики. Понятно сразу как резать. Приходим туда, где режут. Покажите, да, дисковый нож. Все здорово. Сколько оборотов делает? 850 тысяч. Вот как достоинства. Ушли от тех вот ножей, которые были в производстве там где-то. Значит, наши конструкторы разработали. Ну естественно, даже на таких оборотах сухой хлеб, уже черстый хлеб, он начинает прилипать. Значит, еще вторичная задача. Нет, нет. Даже тот, который уже черстый, он прилипает. А мягкий вообще там сразу размазывается. Ребята, вторичная задача. Я говорю, а вы 10 тысяч не пробовали оборотов делать? А зачем? Ну а вы подумайте, зачем? Не, не пробовали. Давайте попробуем. Ну, как-то потом попробовали, я уехал. Да, действительно, уже черстый хлеб прекрасно режет. Здесь затраты. Поставили задачу, как разрезать вот этот вот самый хлеб. Мягкий, который свежий, горячий и прочее. Ну и так далее. По цепочкам прошли последняя операция. Засыпка, значит, вот этих сухариков, которые готовы в пакетике. Ну стоит такой бункер. Высота потолка там метров 10. Там цех огромный, значит, какой-то, значит. И вот где вот этот хобот опускается, из установки засыпается, вот где-то вот на такой высоте. И вот сидит девочка, так вот на четвереньках, значит, она стоит. Ну, я так прикинул, думаю, ну через 15 минут я бы уже упал. Я так простоял минут 20, смотрю, она, ну, переминается. Ну чуть-чуть отклонилась. Ага, раз, у нее этот мешочек съехал, пакетик вернее. Раз, просыпалась, остановили линию, потом поставили. То есть затраты. Ну я тут не выдерживаю мастеру, говорю, который нас сопровождал, показывал. Я говорю, а что, говорю, вот так низко-то? Ну как, вот оборудование как поставили, все. А у вас что, потолка, потолок мешает? Ну поставьте его на два ящика в эту установку, там, поднимите на метро, посадите, чтобы она села, аккуратненько. И вообще, зачем ее здесь надо-то? Вот же у вас, говорю, в соседнем цехе, там, киреешки, там, прочее. У вас стоит машина, которая автоматом это все засопывает, вам отрезает, а здесь есть. Такие глаза, действительно. То есть, и вот посмотрел, это задачи первого уровня. И таких задач очень много. Потом, когда делали проект, ну официально то, что получилось, прямых таких, в 12 раз снизили себестоимость. То есть, вот результаты какие. То есть, вот эти вещи мы как раз и стараемся объяснить, научить наших слушателей, как подходить, как смотреть. Системно надо смотреть на проблему. Тогда будет понятно, что делать. Вот если бы это мы учили в институтах, вот под коду, хотя какие-то уже есть курсы, которые помогают это делать. Вот. Но, к сожалению, пока это еще далеко от совершенства. То намного было бы проще работать инженером самим, и результаты были бы хорошие, и все. Я не хочу сказать, что мы такие суперинженеры, но судя по тому уровню инженеров, которые сейчас и которые были, это, конечно, тут разница ощущается. Мне еще кажется, знаете, что, когда говорят изобретение, вот у меня такое видение, что вот когда говорят изобретение, все считают, что это изобретение, это а-ля придумать, не знаю, там, космический корабль, условно говоря, да? Вот. И когда вы говорите, что большинство изобретений, там, первый-второй уровень, то есть, люди не понимают, что они могут это сделать вот просто вот так вот. Да. Да. И поэтому вот эта психологическая инерция относительно термина изобретения и всего того, как бы, аура вот этой всей, да, вокруг него, она давлеет над человеком. Да. Совершенно верно. Какой я изобретатель? Вы что? А когда я начинаю объяснять, что вы же постоянно что-то изобретаете. Нет, нет, мы ничего не изобретаем. Я просто придумал. Я говорю, задачу решили, да, что-то придумал. Я говорю, вот, значит, ты решил, придумал что-то, заменил там винтик на болтик. Ну, грубо говоря, там. Было, значит, вот как, не будем называть предприятие, значит, прикручивают дверку там к чему-то там, крышу, лючок. И там восемь болтов. Из них четыре типа размера головок этих болтов. Это, значит, надо иметь четыре инструмента, которые будут закручивать. Четыре головки на эти пневмо закручивали и прочее. Плюс ко всему надо все эти болты с разных мест получить. Я говорю, ребята, а зачем? Я понимаю, почему это пошло. Когда-то, когда в исходной ситуации, я говорю, откройте первый источник, документация, которая была там сто лет назад. Там этого нет. Там есть один типоразмер. Явно, что не было. Значит, поставили какие-то были, а так оно и осталось. И что вы из этого выигрываете? Вы резко повышаете производительность. Потому что не надо тратить время на съемку этих головок. Я говорю, это, кажется, мелочи. А вот наша производственная система, она это дело выясняет. Это как раз же, это линтехнологии. Да, абсолютно. Вот она, связь здесь. Но поясники, они не дают решения. Они дают только, вскрывают проблему, причем низкого уровня. Я говорю, а вот тут решение, хорошо. Давайте использовать одно. Типа размер один там, или что-то изменить там, или крепление изменить. Сам способ крепления поменяйте. Вот вы решили задачу. Я говорю, вы каждый день этих задач десятками решаете. Так вот это и есть изобретение. Ну да, оно может быть первого, второго уровня. Но это изобретение. Ну какое же это изобретение? Какой же это патент? Я говорю, хорошо, давайте открываем вот патентную базу. Говорю, вот смотрите. Что тут изменили, что было, что стало? Я говорю, вы еще больше сделали, чем вот в этом патенте. Но это люди запатентовали. Вот такие вещи, как вот кругом сталкиваетесь. Я говорю, вы поменяли материал. Но вы же не просто поменяли. Вы, значит, поменяли его с какой-то целью, чтобы он выполнял какие-то дополнительные функции. Значит, что-то вы убрали из системы, что раньше было. Ну вот уплотнение между дверьми, скажем там. Можно использовать две резинки, а можно использовать одну. Только одна будет немножко другой формы, потому что, чтобы она выполняла функцию второй. Значит, вот вы уже сделали изобретение. Изобретение второго уровня. Свернули одну часть вот этого уплотнения. Делали одну. Она стала дешевле. Оно само по себе дороже, чем вот эта трубка. Но в сумме, если взять там две, то получается дешевле. Поэтому вы должны системно смотреть, что если вы это сделаете, что у вас будет сверху. Какой сверхэффект, какое у вас преимущество относительно той системы будет. И все. И вот когда начинаешь так объяснять, ну да. Причем очень много талантливых ребят, но не хватает базы. Вот это вот очень резко чувствуется. И что вот еще вот такое вот с моей точки зрения, это святая вера в компьютер. Тот компьютер посчитал, и все верно. Я говорю, ребята, ведь компьютер – это железка. Это инструмент, который работает по программе, которую написал такой же программист, как вы. Который не имеет опыта. Он написал так, как ему удобно делать. И оно, соответственно, считает это устройство, этот компьютер по той программе, которая была. Вы же не знаете, что там в программе было написано? Вы-то считаете, что так, а она-то считает не так. Ну как же, это же там все. Я говорю, вот смотрите, вы считаете теплопроводность какой-то там стенки. Да, вы посчитали, толщину забили, материал. Она вам посчитала, выдала там эту лямбду. Все здорово там. Я говорю, а вы знаете, что материал, вот взять один кусок материала, померить теплопроводность его в разных местах вот из одной трубы, она будет отличаться процентов на 15. Из одного материала, из одной установки изготовлены. Не может быть. Я говорю, ну вот я этим занимался. Как это не парадоксально. Так вот, а у вас 15% тут, 15% там и уже 30% погрешности. А вы посчитаете это за истину. Поэтому, я говорю, посмотрите, что вы считаете, по какой программе и как к этому подходить. И вот эти вот моменты вот, конечно, вот накладывают, что очень сложно убедить, что все-таки, ребята, надо головой думать, а не свято верить в эту железку. Причем, ошибки бывают такие, чисто вот просто, вот меня как-то даже коровят. Ребята, вас в институтах-то учили? Артабалевского-то вы хоть читали когда-нибудь там по механике что-то? Раньше труд инженера, он был, ну, востребован хотя бы потому, что предприятий было много. И вот сейчас вы говорите о том, что действительно там инженеров не хватает и так далее. Ну, так извините, а куда ему идти по большому счету? Ну, вот сейчас очень большая нехватка технических инженеров. Был период, когда они были не нужны. Перестройка там, все это, бухгалтеры, экономисты. Сейчас у нас и бухгалтеров, и экономистов очень много. Они не знают, куда деться. А их учили так, а инженерная школа упала. Ну, я общаюсь, у меня много друзей в институтах работают. Встречаемся, вот, встреча выпускников. Вот, у нас, я заканчивал институт водного транспорта ленинградский, был ведущий. Сейчас объединили вместе с училищем Макарова, вот, и судомеханический факультет. Огромный факультет был. Период был, когда сократили вообще до минимума. Вообще, как помещение решили, в лабораториях там базировалось все это. А сейчас дикая нехватка вот этих самых кадров инженерных. То есть, перегибы. Точно так же и в других институтах. Поэтому, не хватает инженеров, некому работать. Вот, есть место, есть работа, есть хорошая зарплата, а инженеров не хватает. Причем, та школа преподавателей, которая была, вот, их уже нет. Ну, я вот занимался двигателем внутреннего сгорания. Мне довелось учиться вот таких асов и с ними контактировать. Это люди, которые разрабатывали это знаменитый В-2. Двигатель танковый. Еще во время войны. Вот я с ними работал, у них учился. Иванченко Николай Николаевич, значит, светлой памяти уже нет. Сомов Виталий Александрович, там, Хандов и Сома Александрович. То есть, вот мои учителя, которые вот говорили, как это, участвовали в этом все, в процессе. Вот. Сейчас этих нет. Сейчас люди, которых вот я вот тогда студентом был, сейчас все пенсионеры. А вот этот промежуток после нас, уровень преподавателей тоже упал. Поэтому вот эта подготовка, это очень сильно, значит, давит на нашу, в общем-то, школу инженерную. Преподавателей. То есть, это тоже проблема, с которой надо бороться. И вот в этом плане как раз ТРИС нам очень здорово помогает. Я иногда к своим друзьям заезжаю, там, на кафедре прочитаю вот курс. Вот сидят эти судомеханики там. Как Зисон Александрович говорил, если судомеханик пришел на экзамен, это уже три. Но если он прочитал условия задачи, это четыре. А если он еще что-то и ответил, это уже пять. Такой дедок был. То есть, все, он не надо было рассказывать. Два слова сказал, он уже все это понимал. Знаешь ты, не знаешь все это. И вот как раз, когда в тезе начинаешь рассказывать, что, ребята, все это завязано, появляется интерес, и они начинают ходить. Ходить на занятия. Вот мне мои коллеги говорят, после твоей лекции, там, ну, я 45 минут прочитал вообще, что это такое, как можно использовать. И вообще, зачем это нужно. Вот, говорят, они стали ходить. И стали с меня требовать, вообще, научи. Я говорю, ну вот, я дал ему, соответственно, литературу, там, рассказал. Вот, он работает и вот тоже вкладывается. И появляется интерес. То есть, они начинают вкладывать все эти закономерности развития с теми материалами, которые классические. Они же накладывают все-таки теория, это же не теория, это все из практики взято. А накладывают, смотрят, действительно, вот оно как хорошо работает. А когда эти приемы посмотрели, разрешение противоречия, как бы, большинство задач этими, вот, то, что сталкивается, решаются там, прекрасно. Тем более, а сейчас, вот, интересный момент, есть там сороковой прием, значит, это использование композиционных материалов. Ну, когда Альшуер был, их там было вот столько. А сейчас, вот, как вы думаете, сколько материалов открывается в день, разрабатывается в день в мире? Не знаю. Вот, официальные данные, тысячи материалов новых в день. Ну, кто-то там… Это все компьютерном моделировании какие-то делается? Нет, это лабораторные исследования, внедрения там, прочее. То есть, ну, может быть, вот, разработка какая-то. Вот тут журнал, вот, я тут смотрел, вот, сейчас, значит, прозрачная древесина, там, новость, значит, обработка целлюлозы, там, получается, прозрачно новые качества. То есть, вот этот новый материал появился. Значит, их очень огромное, большое количество, то есть, просто огромное, материалов, которые разрабатываются. Их надо уже смотреть, что они есть, их уже внедрять. И вот, начинаю объяснять, говорю, ребята, вот вы, конструкторы, разрабатывайте новую конструкцию, вкладывайте это все, новые материалы, новые физические эффекты, которые открыты. Вот. Вот. Ой, что там? Я говорю, ну, смотрите, вот лазерная указка. Вы сейчас в любом блоке купите ее, там, за 10 рублей. А в каких-то там годах семидесятых вот эта указка стоила по цене «Жигулей». Я говорю, вот тогда это не было, а сейчас это, говорю, все. Так вот, прошло-то всего-то какие-то тут 20-30 лет, то же самое сейчас. Вы вот этот новый материал заложите в конструкцию, у вас новое качество появляется, новая вообще работа системы будет, той, которой не было. Вот вам и изобретение, вот вам и дальнейшее развитие техники, получение новых потребительских свойств и так далее, и так далее. Закладывайте это, но для того, чтобы заложить, надо понимать, что вы закладываете. Информационный поиск. Сейчас колоссальную роль играет поиск. И вот мы говорим, что нам надо сделать. Противоречие, нашел прием, а дальше информационный поиск, как это вот, прием работает в других областях вообще, как он запатентован и прочее. И еще инструмент перенос свойств, как то найденное решение, как это свойство перенести на свою конструкцию, с которой вы работаете. Вот три шага, которые все. И когда вот они начинают делать, и что очень хорошо вот в этих мобильниках, что в смартфонах раз-раз-раз, тут же вошли в интернет, что-то нашли, используют все. И вот в глазах искра появляется, заинтересованность, ага, интересно, тут начинается спор, а я другое нашел. Я говорю, так правильно, потому что база данных вот такая, поэтому вы и разное будете находить. А теперь, я говорю, давайте соедините, что вы нашли. Как это? А вот так вот, раз, перенесите свойства это сюда-сюда, по прямую, ну, примеры показываем, как это все делается. Казалось бы, там, как это перейти? Да очень просто, вот, чисто механически первый шаг, попробуйте просто железку соединить с этой железкой, без системы сделать. Вот, но так редко бывает, вот, соединили, все получилось. Многие, как оказалось, кейсы, которые используются в обучении, они, оказывается, вашего, как сказать, описания, как минимум, а уж как максимум, я думаю, вы сами это все руками делали. Вот, ну, вот, есть известный там кейс с металлизированной лентой, который там нужно было обрабатывать. Какие еще есть интересные кейсы, которые вот сейчас используются в обучении, про которые мы не знаем, что это ваши? Ну, я даже не знаю. Тут дело в том, что, когда мы выполняем проект, мы подписываем соглашение о конфиденциальности, и очень много проектов есть интересных, но не можем рассказывать. Ну, вот, что рассказывать? Поэтому, вот, мы сейчас разрабатываем новые, вот, ну, вот, по датчику включения вентилятора, вот, это классический пример, когда мы ее там свернули, все, просто, вот, по классике идет свертывание, выбрасываем элементы, функции остаются, и вообще, вот, то, что через 15 лет появляются американские патенты, там было порядка 15, там, 18 решений, вот, но мы, естественно, там никаких заявок не подавали. Просто задача такая не ставилась, и не думали об этом, то есть, собственно говоря, в силу, так сказать, занятости готовим заявку, а дальше не отслеживаем, а по форме ли, патент не оформили, ну, это уже нет такого вот, чтобы вот гореть за это, я как-то спокойно к этому отношусь. Как Митрофанов говорил, я всегда учил, говорит, вот, ты, говорит, успеешь запатентовать, я говорю, ну, как, это хочется, он говорит. Ну, вот, ты, вот, посмотри, говорит, на Вадика на камера, ту же светлая память, недавно ушел, вот, он, говорит, в течение года на эффекте памяти формы написал 100 авторских свидетельств, тогда еще авторские были. Я говорю, сколько? Он говорит, 100. Мог бы он написать 200, но я ему не позволил. Я это запомнил, говорю, ну, понятно, и теперь сделать патент можно из чего угодно, но используя отрезковские инструменты, это все. Вот, то есть, поэтому здесь кто-то там старается их как можно больше сделать, но работа должна быть направлена для чего-то. Ну, сделать патент, а потом это поддерживать ради чего-то. Ну, да, здесь же... То есть, надо же за это платить пошлины, там, и так далее. С одной стороны, это обременение большое, конечно. То есть, важно, чтобы вот это то, что ты изобрел, оно заработало. Вот, когда оно работает, это все. И вот такой же пример. Мы делали экспресс-проект, это тоже начало 90-х годов, для General Electric'а по концевому микровыключателю. Мы его приводим, как результаты работы, как это делали, нет. Это был экспресс, отчеты не оформляли, там всего две недели было. Мои коллеги, значит, проводили семинар, где-то там на General Electric'е, то есть, то ли в Канаде, то ли в Америке, я даже не помню, сейчас не скажу. Не знаю, и не помню, просто там неважно было. А мы тут на проводе сидели, решали задачи. И вот надо было снизить себестоимость вот этого концевого микровыключателя. Ну, он все вот такой вот, маленькая такая штучка. Вот. И, соответственно, в экспресс-режиме работали. И вот я, значит, провожу свертывание, дома сижу, беру пенопласт, кусок, вся начинка у меня есть этого. Я взял этот корпус, сделал универсальный, сейчас вот показываю. Забил все эти же самые железки пенопластовые. Ну, на следующий день прихожу, включаю, все работает. Действительно, он все работает, замыкает, размыкает. Здорово. То есть, резко уменьшилась затрата. Уменьшилась затрата на производство. Дальше еще нескольких концепций. И вот мы в течение двух недель разработали, ну, что-то там около 30 концепций таких различных. Сделали модельки. Ну, причем заказали уже нашим ребятам, которые делали это не из пенопласта, а из пластика. Ну, в общем, что-то. И отправили все это. Наши по почте, экспресс-почте, увезли туда. Вот. И вот наши коллеги уже там поехали работу сдавать. Сдали прекрасно. И потом вдруг где-то через неделю звонок оттуда приходит. Ну, может быть, не через неделю, а уже сейчас давно было. Такие восхищенные отзывы, что приезжают эти товарищи, которые заказывали работу в Италию, в одно из подразделений этой компании. И вот предлагают концепции, что привозят. То есть, выдавая это, естественно, за свои. А там сидят маститые КБ, значит, говорят, мы к этому 10 лет шли тоже. Аналогичные решения. То есть, практически уже доработали. Для них был шок. Тут две недели какие-то русские, там непонятно чего. А то, значит, специалисты очень глубокие. И одно и то же решение. То есть, вот это вот. И когда ты получаешь, что это сделано работает, ты получаешь такое удовольствие внутреннее. Хочется еще, еще, еще творить. Ну, здорово. Когда есть такое желание и есть возможность творить. Нет, такая возможность всегда есть. То есть, в любом месте, опять же, возвращаясь к Митрофанову. Первый вопрос, когда начинал работать, только учиться, он говорит. Я спрашиваю, а как же задачи-то искать? Он говорит, а что искать? Они говорят, вокруг тебя везде. Фигурка-то везде. Ну, вот ты дверь выходишь, открываешь, она тебе мешает открываться, значит. То есть, препятствуя, значит. Это что, не задача? Какая же это задача? Он говорит, а как же задача? А в чем проблема? Что тебе неудобно? Какое здесь противоречие? Дверь должна быть для того, чтобы проходить. И двери не должно быть, чтобы можно было, так сказать, закрыть помещение там и так далее. Вот, как его разрешать? Во времени, когда дверь должна быть, когда ее не должно быть там. И все, кругом вот сидим здесь вот тоже. Вот сейчас сидим, вот эта вот спинка качается, не очень удобная. Вот она уже задача, которую надо решать. Меня, знаете, интересует еще один проект, который с вами связан, насколько я знаю. Проект по разработке, как его должны назвать-то, неинвазивного глюкометра. Хилби. Да, но здесь я участвовал... Ну, это я так, конечно, слишком научно назвал. На заключительном этапе. Вообще, у нас была очень большая работа с одной из японских компаний. Там серьезно работала команда во главе с Кисловым и сам Васильевичем. Много было экспериментов сделано. То есть, там очень серьезная научная работа была. Но это вы сейчас именно про проект с японской компанией тогда еще. Да, так я предысторию. Вот. Потом произошел несчастный случай. Ну, где-то, в общем, что поменялось руководство в этой японской компании. И они это направление закрыли. И все результаты работы остались у нас. И вот эти результаты лежали. Но она была не закончена, потому что серьезная работа. То есть, никто в мире этого не делал до сих пор, кроме нас. И, соответственно, пролежало. И потом этот патент был куплен одним из наших учеников. Московским коллегой. И, соответственно, была организована компания Хилби. Научным руководителем и всей работой руководил Рувин Михаил Семенович. И я в этот период подключился, соответственно, к этой работе. Ушел из алгоритма Хилби. И мы там стали начинать разрабатывать этот браслет Гоуби. Тогда просто был. Я занимался макетированием, разработкой этих ремешков всех. Электроника Игорь Мещенко. Михаил Семенович руководил всем. Очень организационная группа программистов была и прочее. И мы, соответственно, это все экспериментировали, компоновали. Решали задачи вторичные. Делали прогноз, диверсионный анализ использовали. И самое интересное, что пульс мы мерили не вот здесь, а вот здесь. Все говорят, ну как это? Невозможно мерить так. Но вот решили задачу, потому что браслет стоит сверху. А пульсовую волну надо мерить, соответственно. И вот здесь как раз, решая эти задачи, выяснили, что много вторичных задач, что у нас, когда кровь идет по сосудам, рука расширяется. Вся. Она не сильно, но вот идет. И вот это расширение, вот эту волну мы как раз и меряем. Ну а дальше там пересчет, там получается волна. То есть все эксперименты проводили на себе. Ну да, но это пульс. Сейчас-то в наше время пульс там... Нет, сейчас в мире световая... Я, к примеру, показал, что решается совершенно... А для того, чтобы правильно снимать, надо было гибкость ремешка выбрать такую. Замочек специальный. То есть тоже вторичная задача. А потом начали тестирование проводить. А как тестирование? Глюкометр, дырку в пальцы, кровь. Померили, сравнили. И вот через 15 минут все пальцы исколоты. Ну а как, на себе надо все испытать? Просто я помню, когда этот проект появился на какой-то краудфандинговой площадке. Я не помню, то ли это был Kickstarter, то ли Indiegogo. Ну там такая буча началась. Никто не верит, потому что нет. Я могу сказать на 100%. Мы с Михаилом Семеновичем сидели и обсуждали. Разрабатывали методику эксперимента. Ну скажем, потом выяснялись причины, почему у всех по-разному. Ну скажем, питание ведем... Все питаются одинаково, вся группа. Вот взвешивают там, вплоть до граммов мяса, вот все это. И потом меряем количество калорий, которое усвоилось. Смотрим, у одного там, скажем, тысяча, у другого там всего 800. Как так? Или там 700 получают. У всех по-разному. А потом стали анализировать, почему так. Ага, смотрим, возраст играет роль. Где работали там, какое состояние организма. Вот, то есть, у нас женская группа была, одна из групп. То есть, разного возраста, так сказать, разные циклы. Оказывается, все это влияет. Человек понервничал. То он сколько ни съел, ничего не усвоилось, ушло. То есть, как же так вот? Вот так и здесь. Это один момент. А второй момент дальше. Коллеги, у нас нет эталона, от чего считать. Я говорю, где мы получим эту вот калорийность той пищи, которую едим? Ну, как же? Вот написано этикетки. А как мы это получаем на этикетке? Да очень просто. Мы в калориметрическую бомбу засовываем, сжигаем. А потом пересчитываем по количеству подведенной энергии. Считаем, вот столько-то килокалорий там есть. Опять же, это то же самое, как у нас с теплопроводностью. Мы берем один кусок мяса, вот здесь у него одна калорийность, а здесь уже другая. А что у нас там в эту пищу закладывают? Какая там калорийность? Плюс-минус 100%. Вот и считайте. То, что написано на этикетке, это совсем не факт, то, что есть. И отсюда я сделал вывод, что, коллеги, мы достигли предела по С-образной кривой по качеству определения калорий, которые мы употребили. То есть, точность мы уже лучше не получим, как бы мы ни хотим. У нас нет эталона, от которого считать. Могли бы повысить это все, но мы не можем получить этот эталон. То есть, в принципе, это теоретически можно, но это сделать очень сложно и дорого. Вот и получается, что мы... Вот сейчас мы дошли до того предела, который мы можем практически получить. Все. Дальше вот мы будем... Опять же, с Михаилом Семеновичем посмотрели. Давайте мы будем относительно мерить. То есть, в относительном виде, вот, сегодня для человека у каждого свой организм. Взяли за основу. И дальше смотрим, он ест ту же пищу, у него в плюс, в минусе. И вот эту отслеживать, эту дельту мы всегда сможем. И эта точность будет намного выше. И вот это стали делать. Ну, потом, в силу разных причин, мы оказались в этой компании. Сейчас работаем, поднимаем нашу промышленность. А в компании Hilby, там они занимаются продолжением разработки браслета, там дизайн. Перешли на оптический датчик. Вот у нас были пьезодатчики, сейчас там оптический датчик, там новая система. Но функциональность осталась практически та же самая. Ну, там, мне кажется, очень сильную роль сейчас должно играть именно сбор данных, обработка данных. Да, да. То есть, надо... Под конкретного человека. Да, это как раз все, мы, когда делали прогноз, что будет, все это было заложено. И, кстати сказать, в этом проекте мы в те еще там времена, когда только начинали, там, в 14-м году, все, мы делали прогноз умного жилья, где можно использовать эти подходы, умная одежда. Это у нас все прописано. То, что сейчас начинает внедряться, вот это сколько лет прошло, тут совсем недавно. А все это мы написали, как это будет, умные стельки, то есть, стельки, вот берем, вот, я там испытания проводил, стельечка, значит, рюкзак, туда гантели, и вот начинаешь бегать, потом меряешь с компьютером, чтобы это записать, потому что не было возможности других. Вот. И отслеживали, как влияет нагрузка, нахождение, и выводили, соответственно, все это на пересчет, получали там зависимости и так далее. То есть, это очень интересная работа была. И то, что мы делали прогноз, вот, и в этом, конечно, Михаил Семенович настоял, говорит, будем делать, вот у нас все есть. И вот, что будет, там еще много чего было разработано и запатентовано, кстати сказать. Вот. Это все вот сейчас у нас, смотрим, вокруг появляется. И самое интересное, что вот тоже приятно, что сейчас все эти браслеты приходят, они же все после и после нашего, они даже дизайн стали повторять. И все и Самсунги, все эти, все эти кнопки и прочее. Они даже это, они же сейчас, сейчас еще нету браслета, который тот же самый функционал реализует. Когда говорят, как же, вот, смотрите, что-то он у вас там надо каждый день подзаряжать там. Я говорю, ну, давайте возьмем два телефона, обычный кнопочный и какой-нибудь смартфон. С огромным экраном. Да, вот этот работает две-три недели все это, а этот почему-то через сутки разряжается. Я говорю, почему? Ну, как почему? Тут же вон у нас это, это, это. Я говорю, так кто же самый вот здесь? В рассвет Хилби, он делает то, 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 а что этот делает? Если бы он делал этот, он тратил бы энергию. Он вот такой маленький, я говорю, аккумулятор-то, что здесь, что там одинаковый? Значит, он не разряжается, значит, он ничего не тратит. А это приводит к чему? Цепочка причинно-следственная, что там заложены какие-то алгоритмы простенькие, которые просто вот, как давление померили, ты же заносишь свое обычное давление. И он случайным образом выдает такое-то. Ты смотришь, да нет, вроде высокенькое, попробуй еще раз. Ага, а там уже это прокрутили чуть поближе. О, похоже, и ты доволен, и все довольны. На самом деле он ничего не считает, просто вот это, это дурят народ. Единственное, что там мерит, там эптический датчик стоит, он мерит частоту, там, это вот нормально, да. Поэтому к этому надо относиться тоже, опять же, философски и с точки зрения системного подхода используя авторизм. Очень жаль, что мы так мало знаем про эту разработку. То есть мы знаем про то, что да, это реализовано и так далее, но до сих пор мы не понимаем, собственно, какой объем работ там был произведен. Ну, это лучше у Михаила Семеновича, потому что он всей информацией владеет, он этим руководил. Ну, у нас обязанности были разные, поэтому я стараюсь не вмешиваться ни в свое, ну, как мы советовались всегда, конечно. Но это единственный браслет, который продается на американском рынке до сих пор. Ну, и в Китае там уже подделки делают на него, тоже что приятно. Там его и производят, в общем-то, там. Насколько я слышал, опять же, там, из ленты, они хорошо стартовали в Японии с третьей версией. То есть в Японии люди к инновациям гораздо более лояльны. Да, работает. Как раз в этом плане Артем, он хорошо развернулся там, подобрал коллег, которые вот маркетингом занимаются. То есть оформление стало другое, в общем-то, много чего. Ну, он от первой версии сейчас уже очень сильно отличается, конечно. Ну, так это все, конечно, другое совершенно. С точки зрения микроэлектроники, там прошло бездно времени, конечно. Ну, во всяком случае, приятно, что фирма существует. Артем молодец. Я ему очень благодарен за многие вещи, которые он лично для меня сделал. Здорово, что вообще-то, как бы, проект до сих пор живет. Вот. И всех благ, как говорится, в развитии. Надо не бояться решать задачи. Надо ввязываться в бой, как говорил известный персонаж. Ввязаться в бой, а там посмотрим. То есть всегда будет найдено какое-то решение. Это вот мое убеждение. И моя практика показывает, что вот какие бы мы проекты не выполняли, разность сложности. Были такие, казалось бы, что вот невозможно сделать. Это все, все выжато, там никаких... Начинаешь идти по методике и находишь какое-то решение. Я не могу сказать, что это будет там прорывное там открытие. Но то, что какую-то задачу мы решим, это на 100%. Простой пример, что то, что у нас есть на рынке, это уже устаревшие конструкции, технологии. Потому что пока разработается, пока дойдет до внедрения, проходит время. А за это время появляются новые материалы, новые технологии и так далее, которые не были заложены. Используя сейчас современные открытия, но тот же графен появился, совершенно перевернул многие отрасли. Его закладываем в решение и уже получаем новое качество. Вот оно вы используете, коллеги. Да, он дорогой сейчас, потому что его сделали в лабораторных условиях. Перейдем на серию, как с лазером. Он будет дешевый и уже будет использоваться. Новое качество. То есть вот это вот всегда надо учитывать. И поэтому всегда есть ресурсы для того, чтобы систему усовершенствовать. Хоть на чуть-чуть, но вы точно это сделаете. Вот это я на 100% уверен. И то, что меня вложил туда Митрофанов, и это железно. Ввязываться в бой обязательно идти. Не бояться трудностей. Всегда будет найдено какое-то решение, выход из положения. Как говорил Семен Солныш Литвин, мы, говорит, задачи не решаем. Мы решаем противоречия. А на любое противоречие есть набор приемов, которые мы знаем. И приемы нас обязательно куда-то выведут. Да, самое главное, чтобы было желание все это улучшать. Да, вот это вот самое главное. А так, конечно, всем стоит заниматься ТРИС. Потому что система на сегодняшний день настолько, вот этот вся подход, он развит настолько, что можно использовать в разных областях техники. Не только техники, но и в искусстве, и в обществе там, и так далее. То есть это инструменты универсальные, которые позволяют использовать в любой отрасли и в любом, любому инженеру, любому человеку, который занимается этим творчеством и все. Главное, чтобы было желание понять, что это можно использовать. Дабы сейчас литературы достаточно много, видеороликов появилось достаточно большое количество. Вот всегда можно найти эксперта, который подскажет, где-то что-то почитать. То есть информации очень много. Но я бы все-таки рекомендовал основываться на классиках. Альшулер, Митрофанов, Петров, Саламатов, Иванов. То есть вот Литвин, Герасимов Владимир Михайлович, как мы говорим, наш старший брат. Много разработок таких вот, которые делали. И вот почитать. Сейчас, к сожалению, вот Злотин все на английском языке стал печатать. Когда выехал, там не очень много у него публикаций. Но тоже стоит почитать. В общем-то очень много глубоких мыслей. Его разработки по инверсному или диверсионному анализу. Вот Вишнепольская развивает. Сейчас книги выходят. Тоже очень интересный подход. На русском есть. Да, на русском есть. Недавно книжка вышла там. Поэтому есть к чему обратиться, чтобы познакомиться с этой методикой. Ну и плюс ко всему, наше сообщество Тридовское всегда готово помочь всем, кто обращается. Приятно, когда ученики, сколько лет, 10 прошло, они звонят, советуются, так сказать, достижения. Ну, будем надеяться, что будет развиваться. Да. Спасибо. Не за что. Обращайтесь. Можем поговорить, рассказать, что угодно. Надеюсь, да. Надеюсь, что сложится. Спасибо, что смотрели наш выпуск. Если было интересно, обязательно поставьте лайк и прокомментируйте. Нам будет очень приятно. Спасибо, коллеги. До свидания. Ждем звонков, сообщений. Субтитры подогнал «Симон»!